Казань готовится принять ведущих ученых со всего мира на 10-м международном симпозиуме по супрамолекулярной химии, который стартовал 15 апреля и завершится 19 апреля. Организаторы Казанский федеральный университет, Казанский научный центр Российской академии наук, Институт органической и физической химии имени Арбузова и Общероссийская общественная организация Российское химическое общество имени Менделеева. Пригласили маститых ученых и высококлассных специалистов принять участие в событии, которое посвящено 90-летнему юбилею Александра Коновалова, ученого с мировым именем, научного деятеля, работника высшего образования, современного лидера всемирно известной Казанской химической школы «Колыбели российской органической химии». Это традиционная конференция для Казанского университета, истоки которой относятся к 2000 году. Первый симпозиум был организован в 2000 году и сегодня десятый после симпозиума. И что очень важно, что председателем организационного комитета в первые веки был академик, глава Казанской химической Казанской химии. Программа конференции включала в себя пленарные, ключевые и устные доклады и флеш-презентации молодых ученых. В рамках симпозиума обсуждались различные аспекты супрамолекулярной химии, координационной химии, нанотехнологии и современного материаловедения. Научная повестка охватила такие темы, как молекулярное распознавание и химия гость-хозяин, изучение процессов спонтанной организации молекул в сложной структуре, биомиметически-функциональной супрамолекулярной системы, работа с кристаллическими структурами и многое другое. Коллеги обменялись ценным опытом и обсудили самые актуальные темы современности. Сегодня здесь собрались очень известные ученые, исследователи, талантливые, молодые ученые. И от лица многопысячного коллектива Казанского федерального университета позвольте вас сердечно поприветствовать и отметить, что эта конференция проходит очень знаменательный год. В год 220-летие основания нашего университета в ноябре месяце будет включать 220 лет. Помимо научной программы, гости симпозиума также смогли принять участие в различных заседаниях, докладах, дискуссиях и мастер-классах, представленных ведущими специалистами в области химии. Коллеги укрепили научные связи и установили новые контакты для дальнейшего сотрудничества.